Перевод с итальянского Алиса Варнавиду Фильм Джакомо Компиоти Любовь и война Первая часть Турин Апрель 1917 года Мой дорогой Масимильяно Этой ночью я искала на небе нашу звезду Ту, которой вы дали мое имя Когда любовались ею из своего окна Она показалась мне такой далекой и потерянной Как и мы Разделенные войной и связанные только этими письмами Иногда я спрашиваю себя, существуете ли вы на самом деле? Существует ли лейтенант Раньерия? И действительно ли может существовать такое глубокое и сильное чувство Между двумя незнакомыми людьми? Чувство, порожденное всего лишь словами Мой ответ да Вне всякого сомнения Линия итальянского фронта в Карсте И несмотря на то, что я вас не видела Я чувствую, что люблю вас Я читаю вашу душу Так же, как и вы мою Словно смотрю вам в глаза, дорогой Масимильяно По мотивам рассказа Война в горах Редьяра Киплинга Вот Вот молодая графиня Я погладила то, что вы просили Благодарю Поторопитесь Костю уже заждались Вашей матушке однозначно не понравится это декольте Ваши письма Мое самое большое сокровище Моя единственная радость Продолжайте писать мне Масимильяно Всегда ваша Альбертина Реджес Смотрите В конверте лепесток розы Да, я знаю Я его уже видел Должно быть она прелестна Нежная и хрупкая, как ребенок Мне она кажется женщиной, а не ребенком Которая хорошо знает, чего она хочет Вы очаровательны Все молодые офицеры потеряют голову Невеликая потеря В их головах ничего ценного Признайтесь, сержант Вы ведь тоже немного влюблены в нее Какая польза от моего признания, лейтенант? Она ведь вам пишет Да, верно Ну, вы немного преувеличили, написав, что я сильный и смелый Надо было описать меня более правдиво Например, сказать, что я молод и сентиментален Если вам не нравятся мои слова Почему бы вам не написать ей самому? Да, но... У вас так хорошо получается находить нужные слова Тогда как я не знаю, как выразить то, что я хочу, сержант Хотел бы я знать, где вы научились так сладко писать? У меня было четыре братишки, которых нужно было укладывать спать И слова были единственной вещью, с помощью которой я мог бы отвлечь их от чувства холода Слова, лейтенант Стоят меньше, чем уголь Тем не менее Отныне вы сами должны писать своей графине Не думаю, что это правильно, обманывать людей Вам так не кажется? Еще одно письмо, сержант Всего одно Да, сеньор генерал Сержант Парри Соберите людей Слушаюсь, господин Вперед, быстро Смелее, ребята У нас получится Проверьте оружие и будьте наготове Как только противник прекратит огонь Настанет наша очередь Давай Сильнее, Тумазо Я и так стараюсь Ну же, Джиро Похоже, прислали не тот размер Ненавистные сапоги Но мои тебе тоже будут малы По-моему, это дохлый номер Я не привык к ним Никогда их не носил Сержант Гляньте на новобранцев Ребята Смелее Я знаю, что это трудно Но мы справимся Лейтенант Держитесь меня И все пройдет хорошо Смелее В наступление Вперед, вперед, вперед Выступаем Быстро Смелее Смелее Поехали! Поехали! Завария! Вперед! Сержант Бертелли! В меня попали, сержант. Дай посмотреть. Нет, не надо. Может теперь я наконец-то попаду домой. Какой дом? Ты нужен нам здесь. Сержант, на второй линии нет защиты. Они убивают нас. Давайте переберемся туда. Не знаю. Мы в ловушке под огнем противника. Вы! Оставайтесь здесь. Вы, лейтенант, оставайтесь здесь. Сержант, мы вас прикроем. Прикройте меня. Томасо, давай. И мы должны идти. Сидите, лейтенант. Вперед! Смелее! Нет, лейтенант. Стреляют прямо в нас. Вы слышали, что я сказал? Вы должны встать, это приказ. Мы не понимаем, сержант. Они не говорят по-итальянски, сержант. Вы не понимаете? Вы наша защита! Выходите! Вперед! Смелее! Я сказал вперед! Выходите! Если мы проиграем битву, я отправлю тебя в другой полк. Мне такие люди не нужны. Томасо? Томасо, молок Meh, молок! Лейтенант! Лейтенант! Вы видели? Я был таким же смелым, как и вы, сержант. Не вставайте, не шевелитесь, лейтенант. Не поднимайтесь. Пообещайте мне одну вещь. Что вы еще раз напишите ей. И вышлите мою фотографию. Вы же обещаете? Конечно. Ты была великолепна, графиня. Напоминаю, что вы обещали подарить мне вальс. Мне жаль, мой друг, но вальс она обещала мне. Я считаю, что солдат должен находиться на поле сражения, а не на светских приемах. ФСР всегда знает, где его место. А вы, графиня, знаете, где ваше? Рядом с теми, кто в бою, и кто ежедневно подвергает свою жизнь опасности. Вы с случаем не на фронт собрались? Да. Я уезжаю на фронт. Добровольцем Красного Креста. Обещаете? Конечно же, лейтенант. Обещаю вам. Обещаю вам. Обещаю вам Watch out. Я плохо воспитала свою дочь. Весь Турин говорит о том, что она крайне безрассудна. Знаешь, что сказала синьора Клеричи? Что ты социалка? Я не волнуюсь, что думает синьора Клеричи. Не говори со мной таким тоном, Альбертина. Ты ведь знаешь свои обязанности, верно? Ты носишь фамилию Реджес. Именно поэтому я и уезжаю на фронт. Хочешь ты этого или нет? Никуда ты не уезжаешь. Нет, папа. Останешься здесь, рядом со своей матерью. Свой долг ты уже исполняешь. Пишешь письма на фронт, как и другие итальянские девушки. Свой патриотизм можно выражать и по-другому, но я хочу сделать больше. Хватит. Разговор окончен. А теперь попрощайся с папой. Завтра я возвращаюсь на фронт. Ну же. Просто хочу защитить ее. Хочешь знать правду? Ты очень, очень ей гордишься. Потому что в ней упрямство Реджесов. Знаешь, в чем твоя проблема, Вальтер? Игрок из тебя хороший, но предсказуемый. Чтобы победить, нужно уметь рисковать. Следовать правилам недостаточно. Шаг, мат. Сержант Парри хочет доложить, капитан. Вольно, вольно. Что случилось, сержант? Офицеры второго взвода погибли все, сеньор. И... и лейтенант Раньери? И живых самый старший по званию я. Тогда я заявляю, что отныне второй батальон переходит под мое командование. Слушаюсь, господин. А, сержант, еще кое-что. Я видел, что в вашем секторе имело место неповиновение, которое подвергло опасности весь батальон. Приказываю выбрать одного ответственного и устроить ему пробежку под обстрелом. Это послужит примером всем другим. Боюсь, что не совсем понял вас, капитан. Расстреляйте его. Сеньор, это были новобранцы. Никто из них не был готов. Сержант, не понимаете, что такое приказ? Слушаюсь, сеньор. Можете идти. Скажите своим людям, пусть начинают радоваться. Скоро нас отправят на побывку в Кормонс. Капрал. Встать, Капрал. Пройдите за мной. Чего вы хотите, сержант? Вперед. Быстрее, быстрее. Этого еще нет в списке убитых. Как вы и просили, сержант. Кладите, кладите. Положите его сюда. Зарядите оружие. Приготовиться. Огонь! Запомни хорошенько, этот солдат погиб по твоей вине. Ребята. Не забудьте, что этого солдата мы застрелили живым. Ясно? Конечно. Сержант, вы молодец. Но не грозит ли мне военный суд? Я не могу убивать невинного. Я пошел заполнить рапорт для капитана. Благодари, сержанта. Проклятая война. Идем вперед. Быстрее. Как только прибудем. Теплая ванна, чистая рубашка и на выход. Уступите дорогу спускающимся. Нам не терпится помыться. Грязные, грязные идут. Посмотрим на вас через 10 дней. Когда будете возвращаться назад? Да уж. Джиро, что там? Сколько у тебя детей? Четверо. Если бы не война... Могло бы быть и больше. Синьоры, а для меня война закончена. Джироламо, сейчас как загуляю... Встретимся в Кормонте. Умоляю, оставь и нам какую-нибудь девушку. Бертели, встретимся внизу. Надеюсь, что нет, сержант. Кормонс, Гориция. Мы сошли с ума, согласившись последовать за тобой, Альбертино. Подумай, только в Кормонсе у меня есть шанс встретить его. Кого? Лейтенанта Рангери? Его зовут Масимильяно. Как я смотрюсь в униформе? Хорошо. А как мне шляпка? Просто отлично. Это вы новенькие? Да. Хорошо. Так. А там что такое? Это наш багаж. Синьорины. Разве тут вам курорт? Багаж разберете позже. Итак. Одна в диспансер, другая в приемную. Ты иди со мной. А не только что с фронта. Давай. Давай, давай. Можно мне немного воды? Мне больно. Больно. Альбертино. Альбертино. Иди же. Нет. Этот нет. Красную карточку. Что это? Этот, да. Зеленую. Зеленая карточка. Можно оперировать. Красная. Уже ничего нельзя сделать. Как это ничего нельзя сделать? Слишком поздно. Красную. Доктор, мы готовы. Доктор Фачини, сюда. Мы готовы. А, новенькие. Давайте, помогайте. Да. Прошу вас, держите его крепко. Да. Альбертино. Альбертино. Альбертино, что произошло? Ты в порядке? Никто не принуждает нас оставаться здесь. Уедем, Альбертино. Давайте, давайте. Мы закончили. Бертеллия. Бертеллия. Энрико? Берта. Бертеллия. Сестра. Сестра, слышите меня? Сестра, моему другу очень плохо. Когда он поступил, он еще не был в таком состоянии. Почему его не прооперировали? Не знаю. Я сама только что приехала. Энрико. Энрико, я тут. Мне повесили красную. Нет, нет, Бертеллия. Повесили не ту. Это ошибка. Меня списали. Успокойся. Нужно отрезать ногу. Рока, отрежь ее ты, прошу. Никто не собирается отрезать никакую ногу. Принесите немного морфина, чтобы он не чувствовал этой боли. Морфин. Морфин? Морфина у нас нет, даже в воперационной. Я больше не могу. Помоги мне, прошу тебя. Хочу доехать до дома. Отрежь ее ты. Больная. Сержант, мне больная. Отрежь ее ты. Отрежь ее ты. Отрежь ее ты. Молодец. Ложись. Молодец. Спокойно. Что здесь происходит? Эй, вы! Приняли госпиталь за светский салон? Всем за работу. Работать. Пойдемте работать. Живо. Ты слышал? Сержант, это был ангел, верно? Будь спокоен. Я здесь. Энри. 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 Энри, как же так? Поехали. 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 Прошу простить меня. Это ваш друг? Когда его ранило, он даже обрадовался. Думал, что вернется домой. Хотел быть похороненным там. Я ни к чему не пригодна. Не знаю, зачем я вообще приехала сюда. Хотела помогать другим. Поизбаловная девчонка. Неправда. Это неправда. Вы молодец. То, что вы сейчас сделали, мне не показалось бесполезным. Вы помогли моему другу забыть о боли. Мы прибыли этим утром. И еще совсем не были готовы к... Никто из нас не готов к смерти. Никто, сеньорина. Немедленно передайте это главнокомандующему. Приведи лошадь через час. Графиня Реджиес. Вы Альбертина Реджиес? Сержант Паррие. Что вы тут делаете? Если вы закончили дела, возвращайтесь в свою часть. Вас понял, сеньор капитан. Сеньорина Реджиес. Прощайтесь, сержант. И спасибо вам. Реджиес. Реджиес. Я узнал, что вы в Кормонсе и сразу же приехал поприветствовать вас. Вы очаровательны. Даже эта ужасная униформа не может скрыть свет ваших глаз. В присутствии моего отца вряд ли бы вы такое себе позволили, капитан. Да, это так. Но генерала нет. А вообще я удивлен, что вам разрешили сюда приехать. Это не подходящее для вас место. Я тоже так думала. Но все же хочу попробовать. А сейчас, с вашего позволения, я хотела бы вернуться к своим обязанностям. До свидания. Конечно, конечно. Идите сюда. Проклятая война. Сержант. Да тут как на поле битвы с австрийцами. Сплошные бомбы. Заходите. Заходите сюда. Сержант, вы не пойдете? Я подожду вас здесь. Давай, Томазо. Последним вот останется самое тощее. Поднимайтесь сюда. Поднимайтесь, ребятки. И вы, сержант. Томазо. Не знаю, как ты. Но я выбрал. Да, да. Но уже поздно, Джиро. Эй, Томазо. Где уважение к старшим? Посмотри на эту. Бедняжка. Ты остался в одиночестве. Да нет. Отойдите. Заходи. Мы тебя утешим. Я подожду его здесь. Пойдем, развлечемся, дорогуша. Прости меня. Дорогая Альбертина. Лишь одно письмо, сержант. Всего лишь одно. Солдатик, что ты там пишешь? Ну иди же сюда. Нет. Спасибо. Позови меня Аниту. Сейчас. Анита. Выходи. К тебе. Анита. Рокко. Беги сюда. Бегу. Вот она моя девочка. Прыгай ко мне. Рокко. Я боялась, что ты больше не приедешь. Как это не приеду? Как ты? Хорошо. Держи. Ну и как тебе? Горький. И как будто из мыла. Но все равно вкусно. И это тоже для тебя. Ты ведь помнишь наш уговор? Я привожу тебе шоколад, а ты учишься читать и писать. Начинай. Ну тут пусто. Смотри. Страницы чистые. Конечно чистые. Извини, но ты сама должна их заполнить. И что там писать? Напиши. А ты что пишешь? Дай я скопирую. Дорогая Альбертина. Альбертина? Что это за имя такое? Это имя одной девушки. Твоя невеста? Что за вопросы ты задаешь, негодница? У меня тоже есть жених. Его зовут Франческо. Он правда об этом еще не знает. А твоя знает? Нет. Как же так? Взрослым нельзя так поступать. Она должна об этом узнать, иначе будет нечестно. Ты права. Я бы хотел сказать ей правду. Но я кое-что обещал своему другу. А обещания нужно выполнять. У вас, взрослых, на все находится оправдание. Да. Возможно, ты права. Нет. Я пас. Пятьдесят. Капитан, ваша очередь. Я ставил пятьдесят и добавляю еще сто пятьдесят. Вы блефуете, капитан? Я всегда чую блеф. Тогда на ваши сто пятьдесят я ставлю еще триста лир. Раз вы так хорошо распознаете блеф, то к вашим трехста я добавляю еще двести. Но наличных у меня больше нет. Под залог моего имущества. При всем моем уважении, вашего фонда не хватит, капитан. Даете свое слово чести? Даю слово чести. Ну вы уверены, что не хотите взглянуть на мои карты? У вас, кажется, трясутся руки. Смотрим. Эта война приносит мне удачу. Надеюсь, она не скоро закончится. При всем моем уважении. Еще одну партию, капитан Авагарда? Конечно. Капитан. Генерал требует вашего присутствия в штаб-квартире. С вашего позволения. Итак. Что случилось? Никакого собрания нет. Мы уходим отсюда. Пока ты полностью не растранжирил отцовское имущество. Не думаю, что это тебя касается, Вальтер. Разве это не щекочет нервы? Больше, чем австрийские выстрелы. Капитан. Не хочу показаться слишком корыстным. Но вы могли бы как-то гарантировать ваши сегодняшние обязательства? Получите свой выигрыш. Я дал вам свое слово. Этого недостаточно? Да. Но я имел в виду что-то в письменном виде. Вашу расписочку на этом векселе. Вы хорошо себя чувствуете? Отлично. А что? Все смотрели на вас затаив дыхание. Я тоже не могла оторвать взгляд от стола. Матильда Жанне. Хорошо. Отлично. Закончили. Ступай. Анита, твоя очередь. Сейчас посмотрим. Что у тебя тут? Тебе хоть иногда голову моют? А то. Почти каждый день. Ваня. Ваня? Тогда откуда тут вошки? Посмотри, настоящий чердак. Расплите косички. Нет, не хочу эту брызгалку. Она воняет бензином и жжет голову. Ну же, ну. Бежим отсюда. Анита, быстро бежим. Что случилось? Эти ведьмы хотели посыпать мне голову вонючкой. Ну и что ты будешь делать? Продолжать чесаться как обезьянка? Да. Мне кажется, Франческо не очень-то нравится девчонке с Шами. К тому же, никакие они не ведьмы. Ну, может всего чуть-чуть. Зато порошок у них волшебный. Сешан пари. Сеньорина. Ты ее знаешь? Немного. Ну так что, Анита, нанесем немного волшебного порошка. Ладно, давай. Ты готова, Анита? Сейчас. Уже подходим к концу. Ты права. Пахнет бензином. Сбегаем. Иди сюда, Клаудия. Не знала, что у вас есть дочь. Нет. Анита мне не дочь. Я познакомился с ней случайно пару месяцев назад. Ее мама умерла. Говорят, была проституткой. Когда я бываю в Кормонце, приношу ей что-нибудь из еды. Стараюсь немного подержать ее. Видно, что вы очень ее любите и хорошо ладите с детьми. Возможно, потому что вспоминаю свое детство. Я тоже потерял маму в ее возрасте. Поэтому я знаю, что она чувствует. Только сейчас, оказавшись здесь, я осознала, насколько мне повезло. Никогда в своей жизни я не теряла любимых людей. И сейчас я впервые волнуюсь за одного человека на фронте. Да, сеньора, я как раз приехал сказать вам. Он офицер. Познакомились через письма. Если с ним что-то случится, то я умру. Не знаю, зачем говорю вам все это. Мы едва знакомы. Анита, принести тетрадь для записей? Нет, сеньорина. Нет времени. Мой полк скоро уходит. Будем писать в следующий раз. Альбертина! Можешь зайти? Мне тоже пора. Удачи. Спасибо. До свидания. Пока. Не такая уж и плохая эта ведьма. Альбертина! Иди сюда! Смотрите! Пришел приказ о переводе. Наконец-то! И куда нас отправляют? В Феррару! Альбертина! Альбертина! Почему ты молчишь? Я не поеду. Как не поедешь? Как это не едешь? Альбертина Раджес! Я знаю тебя с детства. Если бы я не любила тебя, то назвала бы избалованной девчонкой. Ты думаешь, что все это игра? Что и кому ты хочешь заказать? Я хочу остаться. Думаю, у меня все получится. Но вы езжайте! Давайте помогу вам, синьорина. Давай! Трогай! Как же ты решила остаться в Красном Кресте? Из-за любви к какому-нибудь солдату? Это сержант, с которым ты разговаривала пару дней назад? Нет. Это офицер. Его зовут Массимильяно Реньери. Сейчас он на фронте. На фронте. Многие из нас приехали сюда на фронт. Из-за какого-нибудь лейтенанта. И ты? Да. На войне влюбиться проще простого. Все кажется более красивым, более сильным. А потом... Приходится платить цену. Почему он... погиб? Мне очень жаль. А твой Массимильяно? Какой он? Блондин? Брюнет? Я этого не знаю. Никогда его не видела. Мы познакомились через письма. Я так сильно хочу увидеть его. Он в девятнадцатом полку. Девятнадцатый прибыл в Курмонс в один день с тобой. Сейчас их отправили на третью линию фронта. Ты уверена? Да. О боже, он был здесь. Я могла встретиться с ним. Как получить назначение на третью линию? На третью линию? С ума сошла? Ты не можешь туда отправить. Прошу тебя. Это опасно. Это очень важно. Прошу тебя. Помоги мне. Помоги же мне. Ну и смелость. Да ты упрямее сардинского мула. Да. Хорошо. Обратись к Фочине. Спроси, когда едут в Карст и нужна ли там медицинская помощь. Спасибо. Ты настоящий друг, спасибо. Итальянская граница фронт по Субио. Сержант. Интересный объект едет. Ну-ка взгляните. Вот. Видите блондинку из Красного Креста? Вижу. Это в нее вы влюблены, сержант? Кто? Кто влюблен? Кто-кто? Да об этом все знают. Томаза, все знают, что именно. Ладно, ничего. Вот именно, ничего. Довольно. Стой на посту. Хорошо. Добрый день. Добрый. Нужно выгрузить эти коробки. Но осторожно, прошу вас. Не подскажете, где медпункт? Следуйте за мной. Благодарю. Сержант Парри. И вы здесь. Зачем вы приехали сюда? Здесь опасно. Вам следует немедленно вернуться, обраться, сеньора. Но я только что приехала. К тому же, я должна найти одного человека. Возможно, вы могли бы помочь. Это лейтенант. Его зовут Миссимильяна Раньери. Вы его знаете? Он был моим вышестоящим, сеньора. Три недели назад он погиб. Последние атаки до того, как... до того, как мы прибыли в Кормонс. Он погиб. Он погиб. Мне очень жаль. Смирно. Вольно. Разойдемся. Капитан. Комендант не отвечает. Не может быть. Иди проверь линию связи и попробуйте связаться повторно. Да, сеньор. Капитан. Я распознал немецкую армию в Северном секторе. В Северном секторе? Что же происходит? Он говорит. Смирно. Кто здесь главный? Капитан Александро Абагадо. Честь имею, господин генерал. А, так это вы, Абагадоа. Капитан, мне нужно поговорить с вами. Оставьте нас. Прошу суда. Меня не проинформировали о вашем прибытии, мне очень жаль Вас не предупредили, потому что повреждены линии связи Австрийцы прорвались в Капаретто, капитан Пересекли линию фронта, вторая армия разгроблена ВДН вот-вот падет, разве это возможно? Капитан, на вас ответственность за эту огневую позицию Я знал вашего отца, великий человек, превосходный офицер Знаю, что вы стараетесь подражать его доблести Благодарю вас, сеньор генерал Вам известно, что ваша дочь графиня Альбертина здесь Моя дочь здесь? Сейчас она в битпункте Она рехнулась Лейтенант, когда-нибудь говорил обо мне? Для меня это важно Говорил, что всегда был рядом с вами, каждый миг Правда? Что он еще говорил? Все, что было на сердце у лейтенанта, все это он писал в своих письмах Я был рядом в момент его гибели Его последним желанием было Чтобы вы получили это Он был так молод? Да Молот и храбр Прошу вас Альбертина Папа Сержан Пари Слушаюсь Немедленно возвращайтесь в свою часть Папа, как ты тут оказался? Это я должен задать тебе этот вопрос Ты должна уехать прямо сейчас Не хочу, чтобы ты находилась здесь ни минуты Капитан Авагада проводит тебя до моей машины, но графиня Думаю, вам лучше прислушаться Почему я должна уехать? Капитан, люди ждут приказа Я возьму на себя командование А вы, капитан, позаботьтесь о моей дочери Альбертина Ты плакала? Что происходит? Что случилось? Ты ведь знаешь Ты мне можешь рассказать все Я ранен Я должен идти Лейтенант Нужно прояснить обстановку на участке Графиня, автомобиль готов Пойдемте за мной Сюда, пожалуйста Папа Графиня, остановитесь Папа 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 Вы не видели моего отца, генерала Реджеса? Вы не видели моего отца? Укрытие, быстро! Графиня 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 С дороги Я не вижу отца Генерал Генерал Кто-нибудь видел генерала? Нет, сержант Джеролама Где генерал Реджес? Видел, что он заходил в поезд, чтобы проверить боеприпасы Припасы Папа Папа Ложитесь Папа папа подождите здесь сеньорина не двигайтесь он горит папа положим его сюда папа носилки быстро несите сюда носилки и самая альбертина папа теперь понимаешь почему я не хотел чтобы ты видела все это да прости что не послушалась я сожалею об этом больше не буду так поступать если бы ты послушалась меня тебя бы сейчас не было рядом в твоих глазах я всегда видел уверенность и энтузиазм способные противостоять жизненным обстоятельствам я боялся что жизнь может ранить тебя разочаровать тебя сейчас я увидел насколько ты сильная альбертина ты очень смелая так что продолжай идти вперед как ты делала это до сегодня да папа да папа папа нет папа быстрее сюда подойдите его сюда вперед 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 графиня уезжаем на медицинском автомобиле капитан быстрее быстрее капитан приказ к отступлению какому отступлению первой линии больше нет скоро они доберутся и сюда этот пункт нужно ликвидировать 18 полка больше нет отступить придется всей армии я понял сержант паре соберите всех и через пару дней будьте в наших частях грабе я еду в кормон с генерала моего дочерью вас понял капитан мы не можем терять больше времени едем рафиня я сейчас же пошлю за вашей матерью соберите людей мы отступаем быстрее быстрее а 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 мы почти пришли проклятые сапоги сержант не привык я к ним тебя разве кто заставляет попробуй без них как дома что ли 24 октября 1917 года поражение итальянских войск у попорота его увозят просто так безо всякого чествования графиня молодая графиня нам нужно торопиться прошу вас мне удалось раздобыть автомобиль я провожу с до верона там пересядьте на поезд который сразу же отправиться в турин по-другому в нынешней ситуации не получится надеюсь ваше путешествие будет не слишком утомительным не знаю чтобы мы без вас сделали капитан все в порядке что же теперь будет когда война проиграна мы переносим линию защиты впервые там будет видно проиграна ли война или мы еще сможем стать прошу вас графиня автомобиль с генералом быстро дайте эту возможность хотя бы раненым графиня прошу вас австрийцы всего в 10 километрах отсюда прошу вас графиня ты не слышишь альбертина нужно поторопиться едем 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 все бумаги банковские счетчики имущество теперь когда твоего отца больше нет займись этим альбертина мама мне кажется сейчас не время думать о делах а когда будет время война рано или поздно закончится тебе пора задуматься о своем будущем о муже достойном твоего положения не удивлюсь если ты об этом уже позаботилась а что в этом плохого с дороги с дороги в нашем окружении столько молодых людей из прекрасных семей которые крепко стоят на ногах сочту за честь вести дела вашей семьи и заботиться о вашей дочери они то они то они то остановись 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 же капитан что происходит про кого они то где року они то иди сюда что с тобой где року посмотри на меня иди ко мне где же року где люди с которыми ты жила почему-то одна где року куда он ушел я ждала року все остальные убежали где он я не знаю но ты не переживай слышишь теперь с тобой я не оставлю тебя графиня графиня нам нельзя делать остановки вам очень больно графиня альбертина что тут происходит кто эта девочка нам нужно ехать я остаюсь я чувствую в себе это призвание служить в красном кресте а вы езжайте поезжайте пойдем что это означает капитан убедите ее сесть в автомобиль пожалуйста альбертина здесь сейчас сложная ситуация оставаться нельзя австрийцы совсем рядом прошу вас графиня сделайте это ради своей матери альбертина будь разумной хватит мама обернись вокруг благородный поступок ваш отец гордился бы вами пусть бог хранит тебя я напишу тебя и не волнуйся пойдем я присмотрю за ней даю вам слово джентльмена и солдата доверяю ее вам пойдемте фронт графиня давайте мы почти пришли вон там это итальянский пост мы пришли вперед ребята мы на месте да где там на месте мы хотим быть дома сержант проклятые сапоги комы как тебя зовут отелья сержант паре как обстановка плохая очень плохая это не был и пункт сержант в каком смысле следуйте за мной и все поймете внутри хотя бы теплее молодец жара лама оставьте еды и другим хотите сержант нет спасибо как вы ребята здравствуйте сержант как давно вы здесь уже видели достаточно смертей сержант ну держитесь держитесь не высовывайте сержант там опасно на вершине внизу ястреба видите оттуда они контролируют всю долину если мы хотим выиграть эту войну нам нужно заполучить тот обзорный пункт австрийцы кидают оттуда взрывчатку если попадут в нас точно разнесут на куски а лобовые атаки вчера была 3 сержант то еще бойня лобовые атаки не помогут у них очень выгодная позиция проведи ко мне экскурсия военный госпиталь вилла маргон басано вот она козима альбертина слава богу слава богу ты вернулась я так боялась как ты хорошо добралась дорога была ужасной я видела столько раненых они повсюду зато я встретила ее помнишь это они-то люди у которых она жила в кармонсе тоже сбежали и поэтому я решила взять ее с собой конечно же я помню ее ты-то с ушками а ты добрая ведьма хорошо что ты взяла ее с собой но она не может здесь оставаться это место не для детей если это выяснится будут неприятности придется стать невидимками да ладно придумаем что-нибудь покажу вам где будете спать анита идем рука здесь где он я хочу видеть его срока все в порядке он сейчас горах вот увидишь он скоро вернется а кто такой рука спросите у нее наверное тот красивый сержант из 19 с которым ты говорила в госпитале я хочу увидеть так что он еще раз know you will у меня есть он 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 у он он Спокойной ночи. Уютненькое местечко напомнило мне академию в Модене. Эта война почти проиграна, мой друг. И тем не менее, нам повезло, что мы добрались сюда. Здесь, по крайней мере, меня не достанут кредиторы. Состояние моего отца, можно сказать, испарилось. Продолжай играть и посещать женщин. Матильда не только приносит мне удачу, но и умеет возмещать потраченные на нее деньги. А с долгами что будешь делать? Видишь ли, Вальтер, когда у игрока неблагоприятно уважаться карты, нужно играть на два стола. И смерть генерала Реджеса приготовила мне хороший подарок, если не сказать наипрекраснейший. Давайте, давайте, вперед, вперед! Рота! Смирно! Слушаю, сеньор генерал. Вольно. Наш пост генерал. Австрийцы держат под прицелом. Вынуждают нас к лобовым атакам, которые несут большие потери. Наша позиция уже принесла жертву множество людей. Капитан, о проблемах я знаю. Мы здесь, чтобы найти решение. К сожалению, эта огневая позиция не предлагает альтернатив. Хотите сказать, мы в ловушке и у нас нет выхода? На этой шахматной доске нет ни слонов, ни офицеров. Сеньор генерал, если позволите, я думаю, что решение могло бы быть. Не знал, что и среди сержантов могут быть стратеги. Сержант Пари, знаете свое место? Я всего лишь хотел быть полезным, капитан. Как бы то ни было, выслушаем сержанта Пари. Здесь внутри горы. С правой стороны кремниевая шахта. Если прорыть ее дальше, то получится туннель. И мы окажемся всего в нескольких метрах от огневой позиции австрийцев. Можно устроить внезапное нападение. Хорошо, хорошо, сержант. Я над этим подумаю. Я продолжу инспекцию других рот. Рота! В шеренгу! Пари! Впредь сначала делитесь идеями со мной, вместо того, чтобы сразу рисоваться перед генералом. Все ясно. И отныне держитесь подальше от генералов. И от генеральских дочерей. Можете идти. Нужно торопиться. Куда вы меня ведете? Это приказ руководства, сержант. Здравствуйте. Кого-нибудь ищете? Да, Альбертину Реджес. А, Альбертину, а там в библиотеке. Благодарю. Постоянно молимся за тебя. Мама Кармела и бабушка Лина. Они будут рады, что вам лучше. Да, они уже рады, сеньора. Графиня Реджес? Капитан? Наконец-то я вас встретил. Простите, мы ответим им позже. Вся в заботах о других. Подумайте и о себе немного. Столько дел вокруг. У меня просто нет времени думать о себе. Тогда, если позволите, это сделаю я. Это вам. Какая прелесть. Как вы узнали, что это мои любимые цветы? Я заметил, что вы любите одежду этого цвета. Или же я читаю ваши мысли. Или же следуете советам моей матери. Она писала, что вы очень внимательны к ней и к делам нашей семьи. Видите ли, Альбертина, для меня большая честь сделать это в память о вашем отце и быть полезным его семье. Но я не хочу быть единственным привилегированным. Я организовал небольшой вечер памяти в честь генерала. И я бы был безмерно счастлив, если бы рядом со мной были и вы. Будет и генерал Кротча. Хотя, графиня, ваш отец заслуживает гораздо большего, чем этот скромный вечер памяти. В этом случае я обязательно приму участие. Я большен тем, что вы приняли мое приглашение. Что ж, до встречи вечером. Продолжение следует... Сержант Парри, что вы здесь делаете? Господа офицеры, смирно! Вольно, сеньора. Мы собрались здесь обсудить тему необычной важности. Но сначала я хотел бы переговорить наедине с сержантом. Как вы сказали, вас зовут? Парри. Сержант Рока Парри, сеньор. Прошу вас, господа. Всех. Сержант Парри. Вы знаете, какое значение для всех нас имеет гнездо ястреба? Обладать им, значит восстановить честь, которую австрийцы лишили нас при Капарито. Последняя атака из нашего пункта стоила нам четыре потерянные роты и не клочка завоеванной земли. Вы говорили о туннеле внутри траншеи. Так точно, сеньор? Я был шахтером в гражданской жизни. По мнению наших инженеров, продолжить туннель внутри этих гор невозможно. Порода слишком хрупкая. Если позволите. Шахтеры делают туннели в любом типе горной породы. Важно следовать за более скалистой частью. По-твоему, значит, мои инженеры некомпетентны, и этот туннель можно прорыть безо всякого риска. При всем моем уважении, генерал, считаю, что да. Ну, хорошо, сержант. Раз уж вы так хорошо разбираетесь в горных породах... Ответственным за этот проект я назначаю вас. Вы не против? Сочту за честь. Это информация. Есть только у офицеров. Возьмите. Да. Сеньор генерал, вас ожидают. Ах, да. Вы уже ужинали? Если честно, то нет. Пойдемте. Смирно. Вольно, вольно. Сеньор генерал, разрешите представить вам графиню Альбертину Реджес? Раз знакомству, графиня. Я был удостоен чести воевать с вашим отцом. Ценный солдат и великий человек. Это большая потеря. Мне очень жаль. Ну что, начнем? Сеньоры. Графиня. Благодарю. Графиня. Надеюсь, вы его оцените. Графиня. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Синьоры, тост в честь генерала Реджеса. Хочу, чтобы мы вспомнили, какой великой и необыкновенной фигурой был генерал Реджес. Уважаемый и высоко ценимый всеми своими армейскими товарищами. Убежденный и вдохновленный патриот. Пылкий защитник национальных ценностей, ради которых он не пожалел и своей жизни. Пример добродетели и морали не только для своей обожаемой дочери, но для многих людей. Возможно, для всех тех, кто имел счастье быть рядом с ним при жизни. Возможно, и для меня. Потому что для меня он был словно отец. И я хотел бы много говорить о качествах этого великого человека. Но поскольку вижу, что среди нас есть солдат, и вспоминая о том, как сильно генерал родил о своих нежестоящих подчиненных, я с радостью предоставляю ему слово. Сержант Паррия, прошу вас. Сержант Паррия, прошу вас. Это было бы не очень важный и незначительный, чтобы вспоминать о таком человеке, как генерал. С моей стороны, было бы лицемерно, лицемерно воздавать ему почести, поскольку я не знал его лично. Единственный момент, который я могу вспомнить, это момент его смерти. На руках своей дочери Которую он хотел защитить Не думаю, что существуют слова Которые смогут утешить такую большую боль Я знаю, что такое потерять отца Знаю, что значит потерять человека Которого сильно любишь Это забыть невозможно За генерала Графиня Я мог бы поговорить с вами? Извините Я не знал, что вы придете И что вам дадут слово о моем отце Если честно, я тоже Простите, я не знал, что именно говорить Ваши слова были прекрасны Я пообещал лейтенанту Раньере Не говорить вам ничего Но было бы честно Если бы вы знали правду Письма, которые вам отправлял лейтенант Их писал я Вы надо мной шутите? Вы не могли Я пытался сказать вам правду Но боялся, что она причинит вам боль Значит, вы читали все мои письма Все то, что я писал ему Синьора Мне нужно было их прочесть вместе с лейтенантом Чтобы потом суметь на них ответить У вашего сержанта Пари Обнаружили скрытые таланты Хочу, чтобы именно он возглавил проект с туннелем Создайте ему все необходимые условия Что там у вас, ребята? Все правильно Продолжайте А что, сержант? Может там дальше ад? Нет Внизу ястреба Вперед Давайте, ребята Новая ставка 200 Нет С меня хватит Я пас Посмотрим Посмотрим А вы авагадо? А я открываюсь Нет Нет, нет Это не для меня Открываем карты Двойной король Лэш с тузом Ладно, сеньоры На сегодня, думаю, хватит Чему так торопиться? Разве не найдется времени еще для одной партии? Время для меня не проблема, капитан А вам больше не на что играть Кроме как на свою честь А что, ее недостаточно? Напоминаю, что я до сих пор жду обналичивания по тому векселю Которым вы гарантировали выигрыш в прошлый раз Мое имя превыше всяких гарантий Сядьте, пожалуйста Скоро у меня будут деньги Надеюсь, капитан И если нужен совет, идите уже спать Гнаться за удачей, когда он уже повернулся к вам задом Значит, прогнать ее еще быстрее Спокойной ночи, капитан Ребятки, теперь моя очередь Эй, сфотографируйте меня Внимание Снято А, это ты? Тот сеньор прав Тебе следует отдохнуть Вместе с тобой? Я не смогла держаться в стороне Я надеялась, что мы сможем побыть наедине И продолжить наш прошлый разговор Нет, это подождет Сейчас мне надо играть Если мое присутствие не отвлекает тебя от игрального стола Тогда мне лучше уйти Значит, карты выглядят более соблазнительно Постой Присядь Я не могу остановиться на этом Мне нужно продолжать игру Я продал все, что имел Я банкрот Поэтому, если я выиграю То расплачусь с долгами А если проиграю Это ничего уже не изменит Послушай меня Не унижайся перед всеми Игрой ты не сможешь восстановить ни свое состояние Ни свою честь Я знаю многих людей Возможно, кто-то из них и смог бы тебе помочь Нет, нет Никто не занимает деньги без гарантии Я поручусь за тебя Они прекрасно меня знают Но ты должен будешь дать им что-то взамен В данной ситуации Не думаю, что это будет проблемой Как дела? Все в порядке, сержант Как там работается внизу? Хорошо, сержант Молодцы, ребята Так держать Двигайтесь горизонтально Но только аккуратно Мы и так нежны с ней, как с кожей женщины Да, Томазо? Да разве ж скала похожа на женщину Тоже мне скажешь Не слушайте, сержант Могли бы дать нам хоть один выходной Вот-вот Тогда в Сан-Басану Мы потрогаем настоящих женщин О чем бы мы ни говорили У тебя одно на уме Груди А что? Вам приходит на ум что-то лучше? И если завтра мы умрем То хотя бы с прекрасными воспоминаниями О Монне Тема о женщинах закрыта За работу, вперед Сержант Парри Да Генерал Крочи интересуется Когда будет прорыт туннель? Через пару дней, лейтенант Работы ведутся быстро Очень хорошо Генерал ставит вас в известность Что руководить взводом Так же будете вы Сочту за честь Надеюсь, ваши люди Тоже испытывают гордость А то Еще какую Конечно же, сеньор Несмотря на то, что работа в шахте Очень тяжела Я бы хотел попросить Один выходной, сеньор Надеюсь, капитан Авагада Даст согласие Капитан Авагада В краткосрочном отпуске Ротой руковожу я Так и быть, сержант У всех у вас будет выходной Спасибо, лейтенант Этот день был просто необходим, сержант Чтобы наведаться к Мония Ребята Увидимся позже в казарме Я остаюсь здесь Эй, сержант Сержант У меня здесь дела Пойдемте, ребята У сержанта дела с медсестрами Да с графинями Иди, журолама Иди Развлекайтесь Увидимся позже Смотри, кто тут Рокко Анита Анита Ты жива, слава богу К счастью, я встретилась с Альбертиной Это она привезла меня с собой Пошли, найдем ее Анита Анита Наверное, не стоит Не думаю, что она хочет меня видеть Поссорили, значит Поссорили, значит Ну Что-то вроде этого Не хочешь ли прогуляться по лугу? Хорошо Пойдем Ты иди вперед А я пока возьму тетрадь Ты ведь знаешь дорогу, да? Анна Попа Я ждала, Анита Она сказала, что прибежит сюда Мне она сказала то же самое Думаю, она подшутила над нами обоими Ее шутка была хотя бы невинной Но я в любом случае Хотел бы попросить прощения За свое поведение в тот вечер Надеюсь, вы не очень обиделись Нет, нет Напротив Если захотите дать мне еще одну Не стесняйтесь Сегодня такой прекрасный день Кажется, что мы в раю Даже не верится, что там за горами война И что есть люди, которые, возможно, никогда больше не увидят это место Если бы не война, то ни я, ни вы бы не оказались здесь Возможно, мы так никогда бы и не познакомились Значит, есть во всем этом и что-то хорошее Но когда война закончится, все вернется на круги своя Вы выйдете замуж за офицера вашего ранга А я вернусь в шахту Каждый на свое место Почему вы говорите это? Все меняется, и я уже не та, что прежде И потом Мне не нужен никто другой Если вы читали мои письма Вы прекрасно знаете, что я к вам чувствую Рокко, Альбертино Вы заключили перемирие? Смотри, Рокко, я написала Анита Пойдем Умница Умница Ты выбрала одно из красивейших слов Оно короткое Всего четыре буквы Ааа, вот оно что Но потом я хочу написать слова Ручей и горы И горы? Да Очни ты, я посмотрю буквы В этот раз тебе поможет Альбертино Мне пора ехать, нужно подниматься в горы Видишь их? Но когда я вернусь, я обещаю тебе, будем писать вместе Хорошо, держи Пока, Анита Пока Пока Ну что ж До свидания До свидания Ну-ну, до свидания Скоро увидимся, сеньорины Рокко Хочу дать тебе что-то На удачу Все, что я писал в письмах Все было правдой Когда я впервые тебя увидела Я захотела, чтобы лейтенантом Раньере оказался ты Пообещай мне, что вернешься ко мне Пообещай мне Мы выходим на опасное задание Ну, я тебе это обещаю Да Я обещаю тебе это Умоляю вас, ребята Полная тишина И будьте внимательны Двигайтесь тихо Ну же, вперед Вперед Вперед, ребята Быстрее Джералама Динамит Осторожно Может взорваться Дайте динамит Осторожно, упадет Внимательно Сержант Осторожно Готовы, ребята? Готовы, сержант? Все в укрытие, все Все в укрытие, быстрее Прислонитесь к скале Конец первой серии Закадровый текст читал Павел Морозов Фильм озвучен 9 января 2015 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова